Здесь машина. Сейчас покажут это. Сейчас покажут. Я не знаю тебя. Да я понимаю. Я накопил этот шок. Прямой эфир. Пиво колёв. В жиме. Серый смотри. Шоки. Испугающие. Оно весь. Вот и получается элемент ледяного дождя. Капсула. Внутри вода, снаружи лёд. Капсула упала, разбилась. Всё замёрзло. Многим кажется, в последнее время такое бывает всё чаще. Синоптики говорят, как обычно. Просто после 2010 года, когда ледяной дождь натворил много беду, нам, что называется, запал в голову. Интересная, в общем, штука. Лёд. Его много будет в этом выпуске. Геннадий Картилёв начнёт с дерева. Десять лет назад случилось. Угу. Смотри. Смотри, как он отошёл. Как он отошёл. Как он отошёл. Остался в живых. Он вышел из салона. Автомобиль и начал чистить лобовое стекло. Как вдруг. Прямо на трос. С крыши дома полетел бетонный блок. Стоял пей, шкребком шкрябал. Получается, он слух зашёл, скрежет. Понял голову и вот она... Ты в шоке селый. Как он живой? Живой и там никого не было. А если кто-то был там? Убило. Шок-контект. Сейчас покажу. Александр Шук так и не успел покататься на своей машине. Он купил её всего две недели назад. Но главное, все живы и здоровы. Супруга Александра вышла из подъезда через несколько секунд после падения плиты. Очень-очень сильно люблю. Я счастлива, что он успел убежать. Что он среагировал. Что он не сидел в машине. Что вот он, он тут дома стоит. Он погиб. Да, ну за машину он выплатил. Его потянули за собой обледеневшие провода интернет-провайдеров. Чтобы возвестить ущерб за разбитый автомобиль, Александр планирует подать в суд на управляющую компанию. Расследованием инцидента занималась прокуратура. Да. В Приморье бушует мощный циклон. Ледяной дождь. Смотри, что идёт провода. Повалены деревья. Рекламные щиты. Не выдерживают столбы освещения. Столбы. Смотри, смотри, как падает. Вот так пойдём гулять и такое произойдёт. Смотри, как машина едет. Она не едет. Она катается. Передвигаться по Владивосток сегодня трудно. В Владивосток. Смотри, что делается. Но ветви под тяжестью не выдерживают и падают. Находиться на улице небезопасно. Да. Нельзя ходить. Центральная Россия. Здесь похожая ситуация. В Москву и Подмосковье пришёл циклон с Баренцева моря. Весь день перебои... Оставляют машину убирать его и тебе не матери. В горлах туда и всё. Не может ли что? Ружей нету. Те, кому на работу не надо, действительно достали коньки и вышли кататься во двор. Ну а пешеходы обходят тротуары по лужайкам. Лишь бы не поскользнуться. По лужам ходят. По такой дороге я, конечно, не комиказываю. Аккуратно хожу. Самое главное, никуда не спешить. Ну мы где живём? В России. Всё нормально, говорю. Из-за ледяного дождя в московских аэропортах задержаны и отменены десятки рейсов. Погодные катаклизмы и в других российских регионах. На скользкой дороге в Туре Лоу Флобстань. Ну что у нас люди иди сюда едят. А ну потому что скользко. Скользко, скользко. Очень. Смерч мне сейчас покажет. Ну как? Смерч. Сейчас покажет Смерч. Вот третий, ты видишь? Вот так вот идёт. Ну да. Смерч. Рейс, по-третьей новости, ты будешь шокирован.